Байк Байк это, конечно, круто Но поездив последние несколько дней на велосипеде Я понял, насколько я далек по реальной жизни Когда я езжу на байке Да, на байке быстро Комфортно Удобно, в конце концов Но кроме дороги практически ничего не удается замечать На велосипеде это чуть быстрее, чем пешком У меня даже девочка отгоняет Чуть быстрее, чуть комфортнее Но при этом все равно достаточно медленно Чтобы успевать смотреть за жизнью Смотреть по сторонам Я знаю, наверное, для тех, кто заядлые любители велосипеда Для них ничего нового я не сказал Но для меня, как для заядлого автомобилиста Которого ассоциации с велосипедом лишь связаны с детством Конечно, для меня это открытие, можно сказать Сейчас уже конец марта И дело близится к лету Температура начинает расти И день уже... День разделился, можно сказать, на две части Это утро, ну и, соответственно, после обеда Потому что с 11 до 2 очень тяжело находиться на улице Теперь я понимаю, почему люди там все спят в это время Потому что, в общем-то, делать больше нечего Опа, тамат! Так, пожалуй, я даже развернусь по этому поводу Ну, вот вам пример Везде на байке, ну, вероятно, заметить такое И да, я знаю, что я еду по встречке Буду проще ехать по встречке И когда это будет удобно перестроиться Нежели чем стоять и ждать Пока тебя... Ну, не то, что пропусто, да, опять же Стоять и ждать момента Вообще-то я забыл, я же на велосипеде Надо принять крайнее правое положение Конечно, Вунктау не деревня, но все равно Если у вас есть транспорт, то объехать ее не составит труда Даже на велосипеде без проблем Здесь магазин, где я байк покупал Да, мне уже, когда я сделал видео про байк, уже сообщили о том, что Все рассказал, только не рассказал о том, где ты его купил Но вот сейчас есть отличная возможность исправить эту ситуацию Вот он, проезжаем справа Сразу за таксишкой Вот он Знак, показатель говорит, что если мы поедем прямо Не поедем, потому что там уже ничего интересного Там аэропорт Вунктау Да, Вунктау есть аэропорт Правда, он не для гражданской авиации И он вертолетный вообще Но он есть То есть в случае чего самолет туда сядет В большинстве в своем Вунктау очень хорошие дороги Есть, конечно, и исключения Есть узкие улицы Там вообще очень сложно назвать это место Эту дорогу асфальтом Опять же, вспомним тот типа богатый квартал Где вообще нет асфальта Там бетонные плиты уложены Тихое место Здесь аншлаги бывают только по выходным Пятница, суббота, воскресенье Вот Когда действительно вечером поехав Можно в пробку попасть Ну, в пробку там, так скажем Некоторое уплотнение трафика Hello? Hello? Вообще, конечно, начинает надоедать То есть, когда поначалу Все тебе хеллоукают Ну, это Вроде как Приятно Забавно Весело То есть, это делают и дети Делают Ну, и взрослые частенько Но со временем начинаешь понимать Что это единственное слово, которое они знают Вот, кстати, сейчас покажу вам Такую дорогу с выделенной полосой для мотобайка Одна из причин, по которой могут установить во Вьетнаме байкера Даже белого Неважно какого Это вот если При наличии полосы Выделенной полосы для байка Байкер будет ехать на полосе для автомобилей Ну, это, конечно, логично Но Логично это В России, возможно В Европе это может быть логично А здесь, когда Езда по встречке Езда по тротуару Вообще, делай мне все, что ты хочешь на дороге Это норма Конечно, такие моменты немножко обескураживают О, давайте свернем Я вижу, что там куча старой военной техники Ну, ладно, не куча, два Два джипика Да это уазики Что этот, что тот В принципе, конечно, все объяснимо Что СССР С Вьетнамом Уже давние друзья Мы им помогали во время войны Ну, логично предположить, как помогали Техника до оружия Так, ну, сейчас, блин, по беспределу По встречке проедем Потому что не надо в лото Главное, головой крутить И все будет нормально Здесь не важно, нарушаешь ты или нет В любом случае, головой лучше крутить Черт, отвлекает меня Я просто, я краем уху услышал русский говор И такой, что, где Не, это нормально На самом деле, русских я слышу очень часто Но стараюсь не светиться никогда Хотя, думаю, русский русского всегда узнает Хотя, вьетнамцы считают Ну, говорили, что я больше похож Либо на англичанину, либо на француза Ну, хрен знает Маленькое секретное видео Потому что я этого не показывал На въезде Вы заезжаете, останавливаетесь Вас фотографируют на камеру Ваш номер байка Ну, в данном случае Ничего не... Просто меня фотографируют И эта информация записывается Вот на эту карточку Соответственно, при выезде Вот там, впереди Вы эту карточку предъявляете Охранник сверяет номера И выпускает вас Если это ваш байк